Презентация на доске Это одна из острейших проблем современной астрофизики Поэтому надо введение сделать обязательно Значит, что такое гамма-всплески? Ну, я думаю, наверное, Евгений еще не рассказывал про гамма-всплески А мне нужно будет рассказать про связь сверхновых с гамма-всплесками Но все-таки надо сделать введение именно про гамма-всплески Я покажу вам много слайдов Но на самом деле основные вопросы и их свойства лучше отобразить на доске Итак, когда стали запускать космос-детектор гамма-излучения А случилось это после того, как в 1963 году был заключен так называемый Московский договор О запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой Для того, чтобы следить это подписание Соединенные Штаты, Советский Союз и Великобритания Но позже там, Франция долго не подписывалась Но для того, чтобы следить, запускались пункты соответствующие И американская система этих спутников шпионов, вела так называемых Она должна была следить за гамма-всплесками о земном происхождении Они были настроены на вот эти ядерные испытания И оказалось, у них пошли события по длительности похожие А спектром были похожие Но когда стали разбираться, откуда они идут Потому что гамма-детектор, конечно, с четырёх дней это принимался То всё-таки были спутники в разных частях Земли И было видно, что когда спутник в тени Земли, то всплеска нет А когда он смотрит в небо, и прикрыто небо, то тогда были всплески Я не понял, что эти сплески будут использоваться И были ещё другие детекторы более нягкие уже в Советском Союзе На Лилиарандского Может быть, он и первый открыл и сообщил на этом открытии гамма-всплеска В его событиях было слишком много шумов Его, так сказать, заклевали и, в общем-то, не призвано Хотя среди его шумовые события наверняка были тоже гамма-всплески Что это такое? Это вот детектор над уровнем фона Неожиданно начинает торчок, но картинки я покажу красивые Вот И в течение характерного времени, тут даже трудно назвать Бывают доли секунды, бывают минуты, бывают теперь и часы, известно Гамма-диапазон, да, я скажу и покажу в деталях, он тоже очень широкий Пик гамма-всплесков, пик распределения энергии Ну, когда наше обозначение мы рисуем нюн, с нюн Так сказать, частота или е, энергия фотона, с е, так сказать Поток, спектральный блок из потока Вот этот пик в районе 300 кэф на самом деле Это еще не гамма, это еще жесткий такой рентген Есть очень мягкий, но есть и очень жесткий Есть гамма, и даже один связан с каким-то термором То есть, вот Но основные все в районе 0,3 м, так сказать Имеют пик, и они имеют хвост Но это позже Сначала просто вот идут события Ну, 20-30 секунд, как правило И вводится, ну, я не знаю, как принято у вас в ядерной физике В астрофизике вводят такую ручку, ну, флюенс Ну, по-русски называют научную экспозицию То есть, полная энергия фотонов, вкладывающих на единицу площади В астрофизике принято в мэлах на квадратный сантиметр Это порядка, вот, за все время всплеска, если все произойдет Порядка 0,1 мэла на квадратный сантиметр И поскольку это порядка, ну, сотни, сотен кэф То есть, примерно, вот, один фотон Гамма-фотон такой, ну, жесткий Это квадратный сантиметр Это, вот, типичное значение хорошего гамма-сплеска Есть и гораздо слабже, есть и гораздо мощнее И вот, когда это открыли, когда было опубликовано Поняли, в 67-68 гг. Поняли, что такие события есть Началась статистика, начали запускать специальные спутники Для космических гамма-сплесков По-английски это называется GRB Гамма-Ры GRB, так мы часто будем писать Слайд, условно, по-английски вы увидите Но, сразу возник вопрос, какова у них природа А поскольку и локализовать, и с чем-то Это же действительно не удавалось до 1998 гг. В 67 гг. Предположения были самые разные Мы можем легко оценить, но я для простоты возьму, давайте, один мэф Такой хороший, яркий, флюис, кстати, экспозиция Один мэф на квадратный сантиметр Я не знаю, где происходит этот всплеск И могу только догадать Допустим, он среди близких звезд произошел Есть были модели даже внутри Солнечной системы В кометном облаке Мы возьмем расстояние до ближайших звезд Порядка одного парсека То это, значит, один мэф Это равняется приблизительно 10 минус шестой яркоф на квадратный сантиметр Умножаем на 4π Ну, я десятку тут просто напишу Д в квадрате Расстояние, значит, в один парсек Один парсек 3 на 10 в 18 Значит, в квадрате будет 10 в 36 И еще десятку, значит, 10 в 37 Значит, в результате всего 10 в 32 гг. Ну, вспышечка ничего так себе За несколько секунд Потому что Солнце светит у нас Я наполню тут физиком Это 4 на 10 в 33 в секунду Ну, значит, так сказать, вот Чуть-чуть слабее, чем Солнце, так сказать, в секунду излучает Ну, и в гамма-гамма диапазоне Конечно, Солнце в гамма в вспышке, когда дает Разные мощные, гораздо слабее В полной энергии Ну, тем не менее, сразу много моделей было придумано Что какие-то разряды, мощные вспышки Среди близких звезд Но очень скоро выяснилось, что Если бы это были близкие звезды Мы бы увидели в распределении угловом Когда мы учились по временным задержкам И прочим Находить координаты этих всплесков То увидели, что они распределены совершенно изотропно по небу Значит, если бы были нормальные звезды Как на всех картах звездного неба Мы бы увидели плоскость нашей галактики Все источники, рентгеновские, например Все радиопульсары У нас всегда в плоскости галактики лежат Там все основные процессы Образования молодых звезд А здесь совершенно изотропно Ну и потом начались подсчеты Как зависит число источников с расстоянием Они показывали, что Очень далеко они себя ведут Почти как однородно распределенные источники в пространстве По-моему, первые были Чебисов и Усов, наши садичники Которые сказали, наверное, это все-таки источники Негалактического и далекого негалактического происхождения Потому что мы не видим никакой плоскости галактики Но если мы возьмем Значит, вместо одного парсека Надо писать парсек 3 на 10 и 17 сантиметров Один гигапарсек Это миллиард парсеков Значит, здесь я должен повысить на 18 порядков Если я возьму такой хороший далекий негалактический объект На 18 порядков это будет За несколько секунд И в гамма-диапазоне В жестком рентгене И вот это сразу Когда это было подтверждено в 1998 году На относительно маленьком итальянском Там голландском спутнике Беппо Сакс такой Который очень быстро отслеживал Гамма так и остается в широком диапазоне Они построили антенку рентгеновскую Еще рядом поставили В мягком рентгене Уже до Викела Там есть реальная рентгеновская оптика И уже с точностью в минуты Они могли поворачивать свой спутник В удозрительном направлении И иногда с этим Гамма-всклеском происходит Рентгеновское излучение В почти одно время Я покажу вам об этом карте И тогда они смогли увидеть Точное положение объекта Который по времени совпадает В гамма-диапазоне В рентгене И потом в видимом свете Какой-нибудь очень далекой галактике За минуту до этого ничего не было В эту минуту вспыхнуло Какое-то яркое событие Кратковременное Которое очень быстро запухает И тогда определили по красным смещениям Этих галактик Что мы имеем действительно Явление Типа гигапарсетов И дальше И флуенсы бывают Больше чем один нафиг Квадратный сетимент И это Если считать Что источник излучает Изотропно То В некоторых случаях Доходит до 1054 герма То есть это Примерно превращенное В гамма-излучение Две массы Солнца За несколько секунд Вот это Самое чудовищное Интересное Явление В космосе Но я сразу скажу Что так волноваться не надо Таких Мощных все-таки нет Очень скоро Понято было Что У них есть Угол направленности Диаграмма направленности Несколько градусов Сразу Порядка Больше Обычных сверхновых Сегодня я вам хочу Представить примеры Наблюдаемых сверхновых Которых гораздо легче В каком смысле Наблюдаемых сверхновых У которых Полная фотонная энергия Но в верхнем Обычном Видимом Свете На того же Вариант И вот Как мы думаем Когда мы изучаем Устроенных модем Мы кое-что Научимся Понимать И Об этих Явлениях И о природе Значит Сверхновых Тех Должно быть Общим Цепь доклада Объяснить Но чтобы Были видны аналогии Я Поэтому Должно сделать Введение Про свойства Но Еще одну вещь Прежде чем показывать Картинки Я должен сказать Какая Из-за того что У нас есть Значит Огромная энергия Есть огромная энергия И есть Скажем Мервные Дестимервные Фотоны Вот возьмем Дестимервные Почему я сейчас говорю Про такие Потому что я Быстро была понята Еще даже Когда рассматривали Близкие Возникла проблема Так называемой Компактности Вот возьмем Фотоны Которые падают На наш детектор И возьмем На расстояние Д То есть В квадрате Увеличим поток Там где-то на источнике Размер которого Мы пока не знаем Но Мы знаем Что эти источники Переменные Вот я показал Первые Грубые Сейчас До миллисекунд Разрешают Такие всплески Которые Непрерывные Есть вот Несколько миллисекунд Ну 10 миллисекунд Очень часто Бывают всплески И в каждом Таком пике Может быть Энергия Ну может быть Процент от полной Но все равно огромная Если мы Возьмем Если мы Дестемерные Фотоны И вернем их назад Туда к источнику Что Как астрономы Оценивают Размеры То есть Какого размера Очень просто Ну вот пишем Диаграмму Будем мерить расстояние Х Вот тут Т Обычное пространство Временной Диаграмму И будем мерить расстояние Световых секунд Вот какой-то источник Пусть он вспыхивающий И спустил фотон Но строго Он идет По световому фонусу А источник Имеет какой-то Размеры Ну есть Что здесь И пусть этот источник Вспыхнул у меня Одновременно И пошли Потоны с другого края Значит вот здесь Приемник Я рассматриваю Безо всякой космологии В евкритовом мире Ну в мире Минковского Вот Тогда вот здесь У меня продолжительность Диаграмму Световых Здесь Размер Л световых секунд А здесь Это ровно То же число Ну в нормальных секундах Л на оценках Вот так Астрономы оценивают Размеры Переменных объектов И как правило Это очень хороший оценок С точностью до двой Если что-то Перемена меняется То размер Должен быть Примерно Такой Потому что Иначе Поверхности Светят на нас Вот ее размер Несколько световых секунд Ну если мы возьмем Вот эти одну сотую секунды Триста миллисекунд Это всего три тысячи километров Теперь как обычно Рассуждают Астрофизики Вернем все эти наши Патоны 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 С огромного радиуса Патоны Фотоны Вот из этого источника Не могут вырваться Образуется Позитронная Электронная Плазма Непрозрачная Для жестких Фотонов А мы их прекрасно видим 10 мм И 100 мм Я покажу Вот Значит В этом рассуждении Есть какая-то ошибка Это называется Проблема компактности Гамма Но она бывает В других источниках То есть Спектры Не тепловые Явно Хотя В последнее время Открыты и тепловые Гамма Основной массе Не тепловые И вот Тогда нужно Значит Эту проблему решить Ну У меня тут есть Небольшие формулы Но наверное Я их писать не буду Я дам ссылку У меня есть обзор там Не 15 летней давности На школе ИТ Где правильная формула Записана Ну давайте Все-таки окончательный ответ Запиши Выписывай В сечение Входит угол Нет В сечение Зимма Магам Вот входит Знаменитый С Да Который Оно Порядок Классического Радиуса Электрона То есть То есть Тамсоновского Сечения Порядка Где-то на хвосте Далеко Ну Александр Ильич знает Все нюансы Знает такую Асимптотическую формулу Если не про него Поправить Типа Я квадрат Вот это С Квадрат Энергии Системы Центра базы Которые у нас Энергия одного Фотона На энергию другого Единица Минус Космус Это вот я из-за этого Хотел написать То есть если у нас фотоны летят пусть там Тевные, но параллельно с друг друг другу Они конечно не анибелируют Надо чтобы они имели шанс сблизиться Но когда мы рассматриваем источник вот такой компактный Нужно сделать усреднение по всему Главное Там средний ответ Должен содержать усреднение Поэтому Значит Ну я пишу асимптотику для случая Когда вес Вот Одно-вторая Масса электрона Вот Когда это с уже много-много больше порога Ну Много-много больше Главное Масса электром Вот Вот Ну Вот Это сечение В основном Вот получается Что оно Как классический Вопрос как тамсоновское Там где нам интересно Максимум И так далее Так вот Оказывается что Оптическая глубина Вот такая формула Это Количественное коэффициент Подставить Тау Это Относительно Рождение Тау Это Размер источника Вот это Л Делить На пробегы фотонов Относительно этого процесса Ну то есть Надо сигму На число фотонов И получим пробег Вот это называется Оптической глубиной Эта оптическая глубина Оказывается Вот Безразмерный коэффициент 10-13 На ту долю фотонов Которые Вот у нас Так сказать Можете там Регулировать Больше Порока Вот Надо разделить На число импульсов С характерным временем Дельта Т И умножить Вот на этот наш Флуенс Который Который я писал Там Флуенс В единицах Один мэф На квадратный сантимент Это все типичные цифры Для Гамма Спейска Один мэф на квадратный сантимент И Входит расстояние Д В единицах Единица на гигапаксе В квадрате Ну вот и все И вот эта продолжимость импульса Тоже Ну на что На десять миллисекунд То есть на одну сотую секунду На одну сотую секунду На одну сотую секунду Квадратный Вот значит Если мы возьмем Типичный Гамма всплеск На расстоянии Один гигапаксе А если гораздо дальше С энергией Вот с флуенсом этим Один мэф И У него доля Непренебрежима Выше порога Таких тоже много Процент Десять процентов Тридцем Мы получаем Совершенно непрозрачный Источник Вот Поэтому даже когда Д было на уровне десяток Гигапаксе Уже возникла Эта проблема И Как она решается Решается она Следующим образом И это вот очень важно Дальше я перейду уже Пока заставить Решается следующим образом В нашем рассуждении Мы считали Что вот Траектория световых лучей Значит Какой-то плоский Так сказать Ну На самом деле Это не плоский источник А какой-нибудь фаерболк Как говорится Шарик Который светит во все стороны Я просто одну координату К нам провел Это Ближний край шарика Дальний край шарика И вот мы так оцениваем размеры А на самом деле Надо Можно предположить следующее Что мы имеем дело Не с покоющейся Излучающей поверхности А с поверхностью Которая Быстро движется к нам И мы нарисуем Вот тогда так Значит Вот здесь Световой конус Это скорость Света Один из лучей Вот здесь Наш излучающий источник Он тоже движется к нам Причем Со скоростью почти Равной скорости света Вот я тут Скорость В напишу Здесь единичка Скорость света Здесь скорость В И вот он светит Весь Ну его масштаб Что здесь Л Все равно Того уж порядка скажет Ну в смысле Л Мы не знаем какой Вот И Мы тогда видим Что Последние фотоны Которые здесь Были излучены Они от первых Отстали на очень маленькое расстояние На расстояние Которое Вот всего Если вот этот Весь процесс Занял время свечения Вот это Т Так сказать Характерный Т Ну его Напишут То тогда этот Отстал На единицу Минус В Ну если скорость света На Т Ну Вот расстояние Ну и соответственно Временная задержка Будет такая Расстояние В световых секунд Единицу Минус В На То время Которое он светил И Та же самая Временная Тут будет задержка Как и в прошлом случае Когда вот Долетели эти два луча Дальше Летят параллельно Вот свечение Кончилось Дальше два луча Летят параллельно И здесь то же самое Единицы Минус В на Т Но Поскольку у нас Лоренс Фактор есть Через него можно записать Это Никакого релитилизма И никакого там Лоренса Тут нет Это просто Галилеева кинематика Мы сидим в одной Системе отчета В которой Покоится источник Покоится наблюдатель И вот эта вот Светящаяся поверхность Все время спускает Вот здесь к нам Гамма в фото И вся Но вы видите Как это сжимается По времени все Так вот Из-за того что Гамма это Лоренс Фактор Единица минус В квадрат Ну вот эту Вот разность Поскольку В самом Порядка единицы Мы получаем Такую форму Правильная форму Локация 2L Димит На Лоренс Фактор В квадрате И если у нас Лоренс Фактор 300 Там 1000 То мы 5-6 порядков Выгадываем В этом размере Все падает И проблема Этой самой Оптической глубины Решается Да Да Вот А вот это вот Дальше Кинематически Эта проблема Решена А физически Она вот Так сказать Последние десятилетия Когда наконец убедились 15 последних лет А физики Астрофизики Бьются Ну я вам покажу Несколько Не то что моделей А так сказать сценариев Кусочки таких расчетов Есть Где можно ожидать Такие большие Уженства Это ужасно Это большие количества Но иначе Ничего не объяснить Хотя конечно Да Может быть кто-то придумает Какой-нибудь там Гармалазер Тонинкеляция Параллельно шли Лучи Это тоже Которая Сама С нами Да Были Есть такие Аксеноподобные Все такое Ну примерно Там Одно время Там Лет 30 назад Было 137 моделей Какой-то момент Гармазер Сейчас уже наверное Около 300 Там обсуждались Какие-то Существа Экзотической Материи А Вещи Сло Какое-то Выпрасывается И так можно Стул Я объясню Да Джет Именно джет Вот я Правда Ну давайте Перейду Теперь Все-таки К иллюстрациям Значит где-то Надо тут Ослабиться Я Я Уже Покажу То что Так Как листать Вот этим Да Влево-вправо Да Влево-вправо Вот Как раз Вот я сказал Что На 60-х годах Вот Это первый исторический график С этого спутника Вело Они открыли много Они довольно долго держали Это в секрете Потому что пока разбирались Военное дело Это или не военное И вот Этой статьи По-моему 67-го года Американской Вот Прямо Время в секунду Так Здесь Есть Да Вот Вот А кто Ниже Я Я Уже давно Давил У меня не нажимается Ну вот Ну вот Значит вот Некоторое время В секундах От некоторого нуля То есть Такие детекторы Витают в космосе Батареи могут быть ограничены Или там охлаждение Если желаем Поэтому они В спящем режиме Но есть триггеры Которые включают Вот идет Какой-то фон Тогда основной привод Как бы Потом триггер Переключается И вот От фона Который здесь Близи нуля Нарисован Хотя на самом деле Там Много чего считают В космосе 1500 событий В секунду Ну на них Детектор Потом провал Потом опять Возникло Ну и вот здесь Первое событие 8 секунд Вот Теперь это Гораздо более Новый Вот видите Когда у нас Плески Вот они обозначаются Буквами Нет У меня Кнопка не работает А Вот она Вот Нащупал Значит GRB 1922 год То есть 1922 Сейчас пишут Уже Значит 00 Или 13 14 11 месяц ноября 23 ноября В общем-то Примерно Один гамма вслед Сутки открывают Это Оказалось Удобно Обозначение Но иногда 23 тогда пишут ABC Так вот Здесь Вот здесь Вот ноль Тут уже видно Что он реально Не нулевой Отсчет А тут На 64 миллисекунды Какой прибыл Я тут не помню Масса уже была И вот такой Довольно Гладкий В течение Несколько Десятков секунд Потом Продолжалось Следующий Вот совсем Другой тоже 94 Видите Много-много Импульсов Каждый из них По несколько секунд Это Тянется Вот здесь Пару минут Три минуты А иногда Бывает и часами Ну вот Некий набор Из обзора Штерна Бориса Книжка Которая Продается Сейчас Он совсем Разный И Мы не уверены Что все это Объект одной природы Но тем не менее У них очень много общего Даже При разной картине Этих Вот Значит Здесь я Взял слайд Последней конференции Которая была В сентябре В Санкт-Петербурге Она была посвящена Замечательным детектором После тех первых спутников Строили специальные станции Вот Есть такой Конус-Винт-эксперемент Запущенный 1 ноября 1994 года Он жив до сих пор 20 лет Работает в космосе Это Наш отечественный прибор Созданный Мазицем В покойном В Питере Ну Еще тогда В Ленинграде Все оборудование было в советском времени Сделано Они Показывали На Как они его проверяли Кресли На Вифростенках В печке Горящий Коин Вот Он работает До сих пор Они надеялись Есть еще Проработать Вот Масса информации До сих пор До сих пор Дает Собственно Конференция была посвящена 20-летию этого события Но После первых спутников Вот Целую эпоху Открыл Открыл Так называемый Спутник Батса Бол Комптон Гамма Реабзератор Такая большая станция На которой Было несколько приборов В том числе Которая 91-го года Где-то В июне 2000 Ну почти 10 лет Был 10-летие Батса И вот Он стал открывать Каждый день Гамма Сплеск Потом Много Обработки Еще нашли Вот Он был Огромный Но Никак не мог Дать Отождествления Он нам дал Только картину А вот этот Маленький Бепо Сальс Запущенный Голландцами Итальянцами В 96-м году В 98-м году Он Начал уверенно Отождествлять Гамму Сплески С галактиками Далекими Очень далекими Галактиками И тогда Всем стало понятно Что все модели Вот история Астрофизики Можно думать По масштабе Ошибаясь Вот так сказать На 18 порядок Те модели Предмогу Стало ясно Что большинство Из них реально На огромных Постояниях И все это объясняет Изотропию Ну дальше Я не все спутники И знаю Я особо не следил Вот еще как бы наш Интеграл Но это ракета наша Это вот Сюняевская Команда работает Ракета наша А приборы там все Не наши Просто нам дают Четверть времени Они сейчас Ублюдают Она тоже работает И последних Открытий Много давних списков Они открыли Много интересного В частности Сверхновой Которая была В этом году В начале года Кулистской галактики Они впервые В линии Кобальта Там нашли Гамму диапазон Но это не гамму свист Хотя они тоже И следующая эпоха Которая сейчас идет Это свифт И вот может начинается Фермер Значит это Новый прибор Вот этот свифт Это повторила идея Свифт по-английски Это стричь Такая быстрая птичка Которая летает Но в то же время Свифт Прилагатель Он Тоже содержит В себе Детектор БЕСТ Так сказать Триггер И КСРТ Это прибор Который В рентгеновском диапазоне Уже с рентгеновской оптикой Наводится Очень быстро В течении Меньшую минуту Он переводится С любого положения В подозрительное направление Выдает Достаточно точные Координаты Уже рентгеновского Изображения Открытия И это мгновенно Интернетом Передается На все наземные телескопы В частности На наш Робот Такой Телескоп Мастер Который Оперируется Из Москвы Но Покрывая Всю Россию Дальний Восток Прибайкалье Урану Под Москвой И сейчас На все такие Телескопчики Которые Быстро Передаются Точные координаты Блин Первые же секунды Пока еще идет Габус Происк Они уже Наводятся И смотрят В видимом свете Что там происходит А огромные Большие телескопы Наготонные Они конечно не могут Но если что-то интересно Они уже через несколько часов В ближайшие часы Не прерывая Своего На наблюдениях И тоже Вот этот Свифт Открыл Эру Десять лет назад И от него Очень много Я не знаю Практически Но вот Ферме Это вы наверное Слышали Разные Интересные Это уже Явление Непонятных Процессов Жестких Гамма Диапазон Высказал Электромагнитные Обронные Процессы Аномалии Разные Но в частности Он интересен И для Гамма всплесков Я сейчас покажу Ну вот Один из каталогов Гамма всплесков Бакси То есть вот тот Который Эпоха 2000 года Вот Они научились Локализовать Потому что Уже достаточно Хорошее разрешение Там было В легком диапазоне И Кроме того Совместно с другими Станцией Уйти до того же Колнца Можно по времени Задержки Триппер Срабатывает Довольно крутой фронт И Если одна станция Вблизи земли Летает А другая Зонт На орбите На много миллионов Километров От земли Можно По времени Задержки Многие координаты Точно определить И вот В таком духе Они Построили Карту Видите Она совершенно Затров Карта Это делается Всегда В так называемых Галактических координатах То есть Проекция небесной сферы Вот здесь Центр нашей галактики Где-то Черная дыра Это плоскость Смельчного пути Она так условно Проведена Эти фиксируем В каталогах В далеких квазах А вот здесь Точечки показывают Fluids Так называемые Вот Синенький Это слабый Вот видите Прямо вверх На квадратный сантиметр Вот в этом диапазоне Это мелкий Диапазон Все-таки Это еще Думаю Вот это Батси работало Ну вот Те числа Которые я говорил Вот здесь Минус шестой Даже в этом диапазоне Средний Ну и есть Которые Здесь минус четвертый То есть Сто раз мощнее Это красным цветом Ну вот Видно Как канал Какие диапазоны Если интересно Реально Вот Двадцать пятьдесятка Следующая картинка Пятьдесят сто Потом сто триста И Самый дальний Мне было больше трехсот Туда Чуть меньше мыло Ну профили похоже Явно одно и то же событие Но немножко различаются Следующая вот Картинка Это уже вот от фирмы Это Первые три Или четыре года Четыре года Тоже в тех же координатах Вот они Тут Другие признаки Они не по Фруенсу Вот они уже По тысячу тогда Гамма всплесок Когда это было опубликовано Там в прошлом году Уже опубликовано Значит Тристиками Так называемые Долгие гамма всплески Которые больше двух секунд Они делятся на два класса Я думаю Разных И короткие Но Здесь 159 коротких 789 Длинных Синенькие Это короткие Тоже все равномерно распределено по небу И те другие Но я сразу Чтобы не томить Скажу как понимает Теория Что долгие Связаны видимо с образованием Больших Больших массивных звезд Черной дыры Со струями И джетами Хотя это не просчитано Но подобно Характерные времена Там есть Энергии Должно хватать Но что не ясно Я еще скажу позже А короткие Это видимо Сливающиеся нейтронные звезды Это вот Как бы та модель Наша Про которую Андрей Рассказывал Которые Сыдмириалиметричным Новиком Выглянули В 1984 году Что при стоянии Электронных звезд Могут образовываться Данный всплеск Именно на больших расстояниях Мы частоты Оценили Тогда Но Наша работа Не очень прозвучала Она была В письмах Аже А потом Пять лет спустя В Nature Была работа Эйфлера И 1989 года Которые прямо Наши сценарии взяли Без слов правы Полностью Он там Мошел Но На нас все-таки Тоже есть Ссылок Есть Но Конечно Деталей И до сих пор Никто не знает Труднейших расчетов С влиянием Нейтронных звезд С гравитационными волнами Никто еще По-настоящему Не сделал Делают простые Лобовые столкновения Но что-то похожее На камерспресс Может быть Получится До нас еще Были работы Которые предлагали Довольно Массивную Черную дыру Такой Латимер И Шрамбл Латимер Это тот человек Которого Юдин Показывал Андрей По уравнению Состояния Нейтронной Материи Большой специалист Ну и Шрамбл Тоже Выдающийся Астрофизик Погиб На своем самолете Часто разбился Он предложил Он предложил Большую Черную дыру Которую заглатывает Нейтронную звезду Еще до нас Но тогда Они думали Что гамма-свлеск Слабенький Не очень далеко И при заглатывании Нейтронной звезды У нас Энергия Масса уходит Под горизонт Выплескается Очень мало И они Не по ледовой А вот когда Смываются Две нейтронные звезды Тогда Энергии очень много Порядок Именно 10-10-10-50 И если это Организование Бюджета То тогда То есть Угол распора Небольшой Тогда все хорошо Ну вот Так же Как там У БАЦи Были до 300 ГФ Если вы помните Детектор Вот это Станция Ферми Здесь вот Пяти каналах И Ну тут Разный детектор Я понимаю Какой-то Натрииодный Детектор Вот Как там дальше Устроено Я не знаю Это Да Первый Это Лат Вот их основной Какой-то Который Самый жесткий Процесс Электромагнитный Адромный Как-то Отличает Вот Видно Что Идет Некий Гаммов Экспресс И он Энергией До Больше 100 МФ Не МФ А больше 100 МФ Вот он идет И явно Это события Все связаны Но Здесь еще Прорисовывается Здесь Вот статистика была 1500 Здесь 2500 Здесь 2500 Здесь Сотня Вот Когда Больше Десяти МФ Ведется На Круге Там Стоит Полупроводниковый Парменский Круг А За ним В конце Стоит Матрица Из Кристаллов Возможно Лат Это Парменский Круг Затухает Ну Вот Здесь В отличие Прямо От непрерывных Кривых Они здесь Откладывают Не число Отсчетов А здесь Энергия В каждом Собитании Отклад Меряет энергию Собития Затухает Ну вот видите Как далеко Бывает Гамос-плески Которые тянутся Это может быть вам интересно Что для фирмы Веду Кристаллов Веду 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 Я Чего конечно Про экспериментарную часть Не знаю Нам показывают Эти Куинцы Вот Очень интересно Вот это вот Живая такая Наука Видите Девятого года Сентября А Значит Были и другие Гамос-плески Ну вот Иллюстрация того Что я сказал Теперь вот я говорил Если кому интересно Разбираться Вот в тех формулах Про вот эту Оптическую глубину Проблему Компактности У меня вот в этом Архиве Значит 99-го года Ноябрь 138 Ну Это вышло потом В каком-то журнале Я уж не помню Это труды Зимней школы ИТФа 99-го года Там я подробно На нескольких Страничках Разбираю Дело в том что в литературе Эти формулы Иногда сошли Ну а их астрофизики Так пишут Возьмем все Поберут все фотоны Из данного Гамос-плеска И все Запихивают Вот в этот объем Тысячи Значит Километров Но фотоны Они там Там не покоятся Ура Знать Ходно Интересно Теперь Вот что называется Модель Значит Общепринятая модель Которая Массивная Массивная Он называется Центральная машина Центральная машина Гамос-плеска Такая Которая Выдают огромную Ну на этом графике Нарисовано 10 км Ну может и 100 Здесь, насколько я понимаю, три массы Солнца сколлапсированы. Но скорее более массивная звезда, тогда в десятых раз больше дыры может сколлапсировать. Здесь примерно 300 километров внутренние орбиты, которые могут падать на черную дыру. И они могут дать, то есть у нас вокруг черной дыры имеется агрессионный диск, который в этих сверхплотных условиях должен излучать госпроэнергию в нейтринную. Потом они никуда не могут выйти из диска. А нейтринная излучает диски вверх и вниз. Вбоку почти ничего не излучается, потому что диск такой большой. Засасывает черная дыра вращающаяся, особенно в свою лоронку, в этот диск. И вот это нейтринное излучение может ускорить плазму снизу и сверху звезды. И дальше, если есть такой источник энергии, дальше уже идут подробные гидродинамические расчеты. Вкладывают этот источник внутрь довольно большой звезды. И эта энергия пробивает всю звезду насквозь, образуется струя. Вот это так называемый джет. И этот джет действительно удается в виде расчета получить. И в нем, удивительным образом, лорис-фактор, если не 1000, то 300 или 200 получается. Прямо из-за счет гидродинамической аккумуляции. Если вы выделите на достаточно короткое время с радиусом звезды эту энергию, вы получаете вот эти чудовищные энергии, или лорис-фактора, которые как раз нужны для гамму-спресса. Дальше, только чего никто не знает, нужно гамму. Просто так джет, вылетающий в пустоту, даст очень мало. Так сказать, охладиться, это будет, как он называется, лептонный джет, получается, да? А нужно барьером, да, известно. Негулярно в плоскости акреции. Плоскости акреции, да. Но мы видим всегда то, что на нас светит. То есть внутри звезды, я уже звезду не рисую, образовалась там, допустим, черная дыра, и вещество по орбиту туда падает с характерными временами порядка десятков секунд. Действительно, так оценка. Тут расчета точно нет, тут оценка. Что должно за время порядка десятков секунд туда натечь несколько масс Солнца. Вот это нейтринное излучение идет вверх и вниз. Дальше нейтринное взаимодействие с электронами, с тяжелыми ядрами рассеялись. То есть там все немножко толкая, и в результате образуется дырка, буквально канал. И это в этом канал, потому что здесь сотни километров, но у звезды все-таки миллионы. То есть она маленькая звезда, вроде нашего Солнца. Если у нее до 30 масс Солнца, то она уже без водорода такая примерно рассматривается. И все-таки это ничтожно, как иголочка в центре звезды. Но действительно, если заложить вот на нее то расстояние, на котором уже гидродомические сетки начинают работать, то действительно образуется такая структура, которая при выходе наружу джет даст. Но сам гамм-сплеск она еще не даст. Для того, чтобы дать гамм-сплеск, теоретикам надо какие-то препятствия. Надо, чтобы этот центральный мотор с какими-то пульсами стрелял. Чтобы одна ударная волна, первый джет побежал чуть-чуть медленно, а второй быстрее его догнал. И они там сталкиваются. Тогда это называется internal shock waste. Ну, может, сейчас у меня будут графики. Вот. Ну и где-то на расстоянии уже далеко от звезды он может, само гаммоизлучение от того огромно движущегося джета производится при столкновении внутри этого джета. Либо вещество этого джета сталкивается с веществом уже прозрачным для фотона, для этого фотона. Окружающую звезду тогда называется external shock. Все это на языке немножко hand-waving. Только отдельные кусочки прочтить. Hand-waving значит макание-макание. В сценарии мы видим. Но, тем не менее, дальше понятно. Если есть такая энергия, в полносе она светит. Какая-то окружающая среда вокруг есть. Вот тут уже 100 миллиардов километров. Это размер уже солнечной системы. Там все вылетающее взаимодействие с обычной окружающей любую звезду веществом. И там раздаются рентгеновское излучение и видимый свет. Которые могут продолжаться годами, даже после. Ну, чаще это сутки, месяцы, но иногда годами. Ну, вот другая картинка из более новой статьи, так сказать. Но все равно это все художник, так сказать, нарисовал. Это не расчет. Хотя вот для своего джета есть. Здесь написана такая интересная вещь, что... Как вот он тут пишет, это некий Рюдо из Стокгольма. Его доклад тоже в Сентябре стоит. Что по последним данным... Вот раньше думали, что с самого начала идет гамма-излучение в виде... Ну, таких прозрачных достаточно ударных волок. С темным учетом, что я говорю. Он говорит, в последнее время есть свидетельство того, что светящийся фаерболл, сам вот этот непрозрачный шарик, который еще тепловое излучение, а не степяное, дает гамма-фотонов больше, чем потом производят вот эти ударные волки. Ну, тут событие, как пример. Первая стадия, этот фаерболл действительно непрозрачный, как я тут объяснял. И просто расширяется, как черное тело светит, но с огромной температурой. Потом он становится прозрачным, потом ударные волны ускоряют электроны, и гамма-лучей излучается вот здесь, как синхротронные излучения электроны. Ну, и, наконец, электроны сталкиваются с окружающими. Ударная волна, лучше сказать, там электроны тянут за собой, протоны и все это стало. Синхротронные или амназмовые? Ну, он пишет синхротроны, по-моему, они все подставляют синхротроны. Ахватовые генетрибомидные поли должны быть? Да, должно быть. Они подставляют на свободный парад. Ну, где именно в поле этой теории, это должен дуэт распространяться? Ну, нет. В любой ударной волне, распространяющейся в плазме, нет, простите, любая ударная волна сама ускоряет частицы, сама рождает магнитное поле. Ну, как мы же видим космические лучи, очень строгой теории нет, но, в общем, она очень правдоподобная. Там поля, даже если не было, она уже рождается там очень быстро. Но просто, я говорю, точно, комичественно здесь нет теории, но совершенно правдоподобная. Вы сказали про космические лучи. Космические лучи мы знаем от сверхновых, и мы знаем те же самые приборы, типа Ферми, или вот у нас есть Каптоновские, Керенковские обсерватории, вроде Хесса в Африке, и даже Шалон, наш на фамилии. Они видят терные фотоны, ливни, такие, ударных волн в остатках сверхновых. Нет сомнений, что там есть ускорение частиц, да, огромных энергий, до терных. Там протоны, там, конечно, протоны. Да, да, все, все. Вот, но здесь нет, здесь мы видим только фотоны, все что там, электроны, паратоны, плазма, все очень быстро застревает в окружающей среде. Вот дальше, если взрыв был такой силой, что образовался, так называемый, остаток сверхновых, через сотню лет, такая нормальная ударная волна в мельзвездной среде, оно нам удалось. Ну, я покажу дальше, немножко про остатки. Когда доберемся до сверхновых, уже скоро. А что за сходу у нейтрина осталось? Они застрялись или улетели? Нет, они ушли, да. Должны быть всплески нейтрины. Конечно, если будет такой данный всплеск в нашей галактике, ну, хоть на том краю нашей галактики, случайно попадет на нас, то, так сказать, ну, как бы, там, восемьдесят процентов, девяносто девять процентов биомассы исчезнет. Можно сомневаться только в точных цифрах. Никто точно не знает, но пока мы точно природу гамма-всплесков не знаем, возможно ли они в нашей галактике или нет, и куда они могут направиться, но так принципиально, принципиально, препятствий для этого нет. Например, короткие гамма-всплески, которые от свея нейтронных звезд, в нашей галактике должны быть, ну, раз примерно десять тысяч или раз сто тысяч лет. Но большинство из них, так сказать, отвернуты от нас. Только одна, но все-таки, если десять тысяч, сто тысяч, там, может, еще на тысячу, это получится сто миллионов. Ну, вот, раз сто миллионов в лет, то динозавры исчезнут, то другие. У нас будет, ну, это все вычисляем уже, значит, у нас вот на эти десять-двадцать секунд, то есть, на эти на ночную сторону земную атмосферу попадают на гамму-всплеск, непосредственно никого не убьют. Но у нас засветится зеленым светом вся эта атмосфера, и под действием гамма-луча образуется огромное количество окислов азота, как при ядерном взрыве. Наступает ядерная зима. Вот так по расчету. Ну, по расчету климата это, и, ну, водоем все отравляются этой азотной кислотой, ну, и так далее. Вот главный эффект. Непосредственно главный излучение, ну, конечно, под гранью у нас метр атмосферы, но мы ничего не пробиваем. У всех приборов нет атмосферы. Но вот после, ну, уже за счет ядерной зимы может быть. Но это другая тема, я не готов, хотя тоже интересно. Посмотрелись такой, кстати, надо сам занимался концентом делал. Ну, и другие люди серьезно очень делают расчеты. Но здесь еще одна картинка из современных. На тех картинках не было бы никакие размеры указаны, а эту я выбрал, потому что здесь вот как бы показан масштаб, логарифм в метрах, правда, мы в астрофизике обычно в сантиметрах делаем. Но если вот смотреть, где реально рождается гамма всплеск от звезды, вот видите, 10 в 11 метров, это наша одна астрономическая единица, это расстояние от Земли до Солнца. То есть довольно далеко от этой центральной машины, вот та первичная энергия, которая там была, исходно в нейтринах, потом в какой-то летящей материи, с небольшим количеством барионов, что называется. Много барионов нельзя, будет непрозрачным. Но мало нельзя. У нас так называемый лифтонный инжент, он не даст никакого гамма всплеска, он таким шипом закончится. Ну и вот здесь уже на расстоянии еще сотни раз больше нашей орбиты земной, вот здесь вот снаружи совсем, тоже могут рождаться лучи, это называется внешняя ударная волна, external shock. Может бежать обратно, и вот здесь внутренние столкновения, тут могут рождаться космические лучи. Значит, когда эту картинку закладывают в такой конус, я начинаю подчислять со всей физикой, которые знают, когда правдоподобные свойства гамма всплеска воспроизводятся. Но не экстремальные. То есть те экстремальные, которые тянутся до десятков ГФ, таким путем уже не воспроизводятся. А вот такие, которые на десяток МФ, они воспроизводятся. Ну и после вот этого короткого, там, минутного или десятисекундного гамма всплеска наступает эпоха по-английски, это называется afterglow, по-русски переводят после свечения. Ну, плохое слово. Мы пытались по основному говорить ореол, на место прижилось. После свечения. То есть уже совсем другие диапазоны. Вот эрбан – это просто красная звездная величина, в тех же, что мы в мире и в звездах. Вот есть какое-то свечение галактики, где был гамма сплет. Здесь вот разные телескопы. Кирк – это вот самый большой в мире, пока 10-метровый. Хотя, может быть, скоро будет 30-метровый. И вот, ну, с ошибочками наблюдения, потому что слабая звездочка, но вот она есть, явно. Это, значит, один объект. Вот нарезка звездных величин, то есть десятки раз мощнее всей галактики светит некоторое время. Ну, тоже как сверхновое. Но совсем кривая блеска не похожа на сверхновое. Просто это точно ассоциировано вот с этим 2000 года, 18 апреля, это источник. Вот то, что называется каноническое авторжевое. Ну, вот я здесь перевод написал после свечения. Может быть, ореол. Значит, теперь сам гамма сплет был где-то здесь, а вот тут, к сожалению, очень плохо видно даже мне. Тут, ну, я прочитаю. Значит, время. 100 секунд, 1000, 10-4, 10-5, значит, вот сутки. 86 тысяч 400 секунд, это сутки. 10 суток, 100 суток. И это еще, даже не в видимом свете, тоже светит. Вот этот вот, называется канонический даже. Это источник, который в рентгене, тут посмотреть такой. Это вот спутник Свифт. Он в диапазоне от 0,3 до 10 квест. Ну, и вот тут шкала в эргах на сантиметр квадратный в секунду. Вот здесь где-то 10 минут 10, где-то 10 минут 12. Вот, представляете, год, вот этот вот распространяется довольно далеко от гамма сплеска. Это вот прямо живые, реальные наблюдательные данные. Вот тут ссылочки, ну, именно авторов. Это написано, что мы не ожидали это увидеть до запуска спутника Свифт, потому что успевали в самом начале, когда маленькие телескопчики быстро наводились в яркую вспышку людей. А большие не успевали в первые сутки, как я говорил, перенавились. А вот этот свифт, он стал быстро все это успевать. И оказалось, что тут есть некоторое плато, как говорится, в течение первых суток. Идет постоянное рентгеновское излучение. Вот, но забавно, вот он был канонический, а есть гамма всплески, которые считаются связанными с Верхновым. Вот это знаменитый 29 марта 3-го года. Вот у него пошел этот, так сказать, канонический степенной закон. Здесь в часах поясные вспышки. Потом в несколько десятков часов пошло отклонение, потом что-то нерегулярное. А потом он опять вышел на некоторый спад его. Это тот же самый всплеск. И здесь через черточку написано, что это один и тот же объект 29 марта. И что он позже был назван Сверхновой 2003 года, DH. Ну, букву латинских Сверхновых это просто порядковый номер по открытию. Первое называется А, В, С, потом букву как-то З, потом начинается А, А, Б и так далее. Ну, значит, к марту вот уже три раза латинский алфавит, уже четвертый идет латинский алфавит. Просто некоторое Сверхновое. Но почему Сверхновое? Потому что, как утверждается, вот от простого степенного закона, это запухание, как с передней служебной волны, имеется отклонение, которое можно объяснить, что там внутри вспыхнула вот такая Сверхновая. Это кривая плеска другой Сверхновой. Ну, знаменитый тут 98 BW такая была, которая была первая, похожая, ассоциированная с гаммус-плеском. То есть, был открыт гаммус-плеск, потом через две недели была открыта Сверхновая, и по времени совпадения, по положению, которое там, правда, было сомнительное, в смысле, если на три Сигма они расходились больше, чем на градус положение рентгена и видимость Сверхнового. Но, тем не менее, потом стали открывать и стали говорить, о, значит, все понятно, не что иное, как Сверхновая, и есть эти гаммус-плески, во всяком случае. Но, на самом деле, до сих пор ничего не понятно, ну, не все так понятно, и я стараюсь вот сказать, ну, во-первых, вот Сверхновая прошла и затухла, а тут еще какие-то сплески. Итак, первые, которые я тут показывал, вот здесь вот энергетики больше в свете, в этом, это же видимый свет уже. Но энергетики больше, чем очень мощность Сверхнового. Только обычность Сверхнового светит, там, сто дней, а здесь вот за несколько десятков часов. Но Эрбов выделилась в этих фотонах больше, чем от обычной Сверхнового. Почему же нам тогда надо думать, что там, значит, что-то происходит неизвестно, и мы думаем, что просто происходит некоторое взаимодействие мощной ударной волны с окружающей этой самой неоднородной средой. Но в пользу Сверхновой говорят другие аргументы, не только кривая блеска. Они вот снимали и спектры этой Сверхновой. Сначала это был такой степенной спектр с такими маленькими линиями, которые просто атмосферные, можно сказать. Но вот этот степенной спектр, который обычно, так сказать, синхротронный, это даже волны образуется, светящий синхротронный, переходит в спектр очень похожий, ну, с огромными шумами, потому что объект далекий. Вот в штриховой линии показан спектр вот той Сверхновой 98 в 1 вот этот черный. Ну, этот чем-то похож, хотя деталей их крупное время очень мало. Это аргумент за то, что они как-то связаны. Ну, вот, как я говорил, подробных моделей нет, но есть сценарий, что называется. И, значит, первое это вот или гиперновый его называют, или коллапсарная модель. Вот для этой центральной машины. Значит, это внутри коллапсирующей звезды, диск, торт. Вот этот джет пробивается, это я рассказал. Но похожий джет может быть и при смеянии нейтронных звезд. Ну, в нашей статье с Мовиком мы про этот джет ничего не говорили. Мы просто по энергетику сказали, про частоту. И мы четко написали, что это могут, скорее всего, новые даговыделения в гаммон-диапазоне, в рентгене, что это гамма-сплеск. Ну, вот, детально, скорее всего, нужно тоже будет разработать такую модель с этими стройными джетами. Может, нужно образование черной дыры здесь. Пока детально ничего не было. Интересная проблема. Но, что интересно, что действительно, при смеянии нейтронных звезд, то, что можно объяснить и посчитать, продолжительность этого гамма-сплеска должна быть маленькой, порядка секунды. А вот здесь несколько десятков секунд и больше, как здесь может быть. Ну, вот так еще то же самое. Вот здесь, на самом деле, картинка уже из некоторого расчета, к сожалению, даже мне тут из-близи не видно, это вот взят расчет, про который я говорил. Внутри реальной массивной звезды, вот, больше тридцати масс Солнца, но размером она, как Солнце наше, это только елео и ее ядро. Вот здесь заложена энергия, которая светит в две стороны. И вот здесь не видно, но из скромной картинки, там тут разрешение плохое, реальный джет, который пробивает, струя пробивает всю звезду насквозь. Это такие гидродинамические расчеты делают, хотя устройство центральной машины неизвестно, но возможно, что так. Ну, теперь уже будем переходить к сверхновым. И я хочу здесь привести очень интересный график. Есть обзор такой есть у нас каждый год. Самый лучший обзор печатается. Самый ревью за странами астрофизикс. Вот пять лет назад такой был обзор. Оценка того, сколько у нас во Вселенной происходит, видите, кор-коллапс супернов. Сколько рождается сверхновых с коллапсом ядра. Вот, то, что на левом сценарии. Это, в частности, сверхновая, которая с коллапсом ядра. Вот. И здесь, что отложено? Здесь красное смещение. 2, 4, 6, 8. Ну, эти кривые, это теоретически. Число вспышек, коллапсов вернее, может быть, нейтринных, может быть они и не фотонов, до данного красного смещения. Все вспышки, которые мы видим в одну секунду. Посмотрите, вот у Вселенной, которые до красного смещения 4, наши телескопы, посмотрели на все небо сразу, то мы увидели 60 коллапсирующих сверхновых в секунду. И, на самом деле, современные телескопы могут смотреть на таких красных смещениях, только они в очень узком поле зрения. Но я хочу сказать, что то, что мы сейчас обсуждаем, и сверхновые гамма всплески, которые, может быть, в тысячу раз реже случаются, чем сверхновые, среди всех коллапсирующих, в тысячу, в десять тысяч раз меньше. Тогда мы всю статистику объясним. Но само по себе событие это регулярно. Не в сутки, а в секунду, до восьмидесяти доходит. Но это синенькое линия на число образованных нейтронных звезд, у нас тоже теоретически некая оценка, но, правда, по-другому. Если там темп рождения звезд вот сейчас двигается туда более далекий, из-за этого раньше, тогда, может быть, еще более раз. Ну вот, по стандартным, так сказать, моделям звездообразования, значит, этих событий очень много. Ну, такие графики используют, например, для того, чтобы посчитать, а какой нейтринный фон вообще имеем от всех сверхновых, которые каждые секунды десятками вспышивают, испытывают красное смещение, оно небольшое, и в новом диапазоне должны, значит, что-то у нас появится. Например. Но, значит, когда все-таки близко, то мы видим явление типа сверхновых. Эту картинку уже показывал Юдин, и одна из самых красивых. И Семен вчера показывал. Эта термоядерность вернула. Я тут хочу подчеркнуть не только то, что эта звездочка светит, как ядро галактики. Вот эта вот палочка, так называемая. Примерно десять миллиардов звезд вот здесь. Типа Солнца. И она одна, как десять миллиардов Солнца. Это уже и Семен говорил, и Юдин. Но я хочу обратить внимание, что здесь... Ох, сейчас я выключу совсем. Но видна спиральная структура галактики, вообще говоря, сверхновые такие термоядерные, про которые вчера рассказывал Семен. И здесь я их написал. Нобелевские сверхновые. То есть Нобелевская прега 2011 года была дана астрономам за открытие ускоренного расширения Вселенной именно по сверхновому такого типа. Одина термоядерная. Вот здесь вот очень хорошо видно этот номер галактики. Нью Джейлеров каталог. Видите, уже номер 4526. Но этот новый генеральный каталог, это середина девятнадцатого века. Уже было так много галактик. Ну, значит, раз она тогда была открыта, она довольно близка к нам. Вот видно спиральную структуру на современных снимках. А мы так и полевая, как и наши. Вот пыль. Первого один А. Это один А. Не просто первого, а один А. То есть такая, в которой мы понимаем, что должен произойти термоядерный взрыв. Первый тип Б и первый тип С это, скорее всего, фаллапсирующие звезды. Почему мы так думаем? Потому что один БЦ бывает только в спиралях. А здесь она далеко от спираля. А в спиралях у нас образуются молодые массивные звезды живут. И гамму-сплески, вообще говорят, от такого долгого типа тоже должны образовываться в областях звездообразований. А вот это далеко. Ну и кроме того, сверхновые типа 1А, они и в электрической галактике взрываются, и никакие другие не взрываются. Ну а вот здесь другая, это свет в плечо. Я просто для сравнения показал. Значит, картинка мне нужна вот для чего. Что в этих сверхновых термоядерных, вот в этих, никакие ударные волны для свечения не важны долго в течение первых десятков лет. Она светит за счет радиоактивного распада никеля в хобольт, хобольт и в железо 36. Ну там, точнее говорить, электронный захват происходит. Вот за счет генопроцесса она светит очень долго. Агнизатор тяжелых леденов. Да. Тяжелых элементов такие звезды происходят. Но и все другие сверхновые производят тяжелые элементы. Эти самые термоядерные почвы, когда железо производят, но взрывается раз в 6-5 резко. Поэтому другие сверхновые тоже достаточно много железа и других тяжелых элементов. Скорее, как раз именно до урана или там золото и все прочее поставляются в сверхновых или может быть нейтронных звездах, которые вот от коллапсов происходят. Ну это другая тема для силы. А здесь вот очень интересное явление сверхновых 6-го года. Живое это просто обозначение. Здесь показана опять же галактика некая, но уже далекая. Тут 70 примерно мегапарсель. Хотя она тоже попала в каталог МЖЦ. И эта сверхновая ярче, чем ядро галактики. Она была очень близко, видите, меньше, ну порядка секунды расстояния от ядра, и было трудно открыть, но открыть. То есть она уже ярче, чем 10 миллиардов звезд. Она примерно как 100 миллиардов звезд. Но в ней, как мы понимаем, очень важны ударные волны. Ну вот наконец отстатки сверхновых. Как раз вот этот сверхновый, который наблюдал в Тихо Браге в 1972 году. Сейчас мы видим ее, например, в таком виде, но не глазом, а в религиеновских лучах на обсерватории Чандра разрешение, которое в религиеновском диапазоне мят. Ну, по-моему, до 8 или 10 кэф работ. Это основные картинки. Тут на 1-2 кэф получается. Вот здесь наружная ударная волна изумительно видна. Какая-то лучковатая структура внутри. Так вот, здесь свечение все связано с переработкой кинетической энергии в этой ударной волне. Свет, в религиеновский основной свет. Ускорение космических лучей. Это вот здесь мы просто понимаем. Я буду рассказывать теперь о сверхновых, которые именно светят за счет ударных волнов. И поэтому тут будет аналогия, как мы понимаем, с гамма-всплесками. Кроме того, те сверхновые, о которых я сейчас расскажу, что они самые мощные, самые яркие. Они, может быть, и ассоциированы реально в своей жизни, физически, с гамма-всплесками. Может быть, и непосредственно при гамма-всплеске они образуются. Но после них вполне вероятен гамма-всплеск. Сейчас я покажу, что мы тут понимаем, что не понимаем. Значит, сначала я рассказываю... Повторяю то, что уже Андрей вам рассказывал. У меня старая заготовка. Я уж не стал сокращать. Какова последовательность событий, которые приводят в сверхновые звезды? То есть вот у нас либо развивается коллапс седра, кор-коллапс, вот так, си-си сверхновые звезды. Либо полный взрыв стразы, термоэльный. Значит, про коллапс рассказывал, а про термоэльный выкруч, вчера Семен Владимирович рассказывал. Этот, значит, коллапс может сопровождаться нейтринным сигналом или сигналом в гравитационных волнах и еще другие интересные. В общем, это интересная тема. Но больше пока я не буду ничего про это говорить. И если такая сверхновая близко, то нейтринных сигналов будет очень много. То есть если в нашей галактике, даже в центре, то будет сотни тысяч событий. 100 фарсектов, там много миллионов. То есть и временное, и спектральное разрешение в нейтринах будет фантастическим. Но события редкие, и мы не знаем, когда к нам придет. Хотя будущие вот планируемые поколения нейтринных детекторов должны дать гравитацию вытянутся. Да, я им перестал дешевать. То есть зарегистрировали нейтринные сигналы. Вот. А гравитационные волны, если там есть вращения, есть больше расстояния. Сейчас оно все обсуждается, вычисляется. Но пока это ничего нет. Это все проехало. Хотя один нейтринный сигнал, конечно, в 87-м году мы зарегистрировали. То есть человечество. Это Андрей Рассказов. Ну, тогда были маленькие. Вот что мне важно, это образование ударной волны. Шок к речи. Ну, я пишу IF-L. Может быть, иногда ударная волна и не образуется. Хотя она нужна для детонации в термоэдных сверхновках. Но все-таки не обязательно. Иногда бывает взрывы сверхновок явно такого дефолерационного типа. Вообще без ударной волны. Вот. Но если есть ударная волна и вокруг среда, то это замечательный способ перерабатывать энергию взрыва в свет. То есть мы производим этропию внутри звезды и снаружи, когда убегает ударная волна. Этропия – это наше повышение числа фотонов относительно бремени. И вот когда эта ударная волна вырвалась на поверхность звезды, когда фотоны с нее стали уходить свободно, до какого-то момента в нормальной звезде, типа 87, а пару часов эта ударная волна распространится после коллапса. Никакого света еще нет. Звезда ничего не знает про то, что внутри что-то взрывалось. Хотя гравитационная энергия света много изменилась. Она даже шла механически двигаться. Но со светом ничего серьезного не происходит. А когда два часа прошло после нейтринной вспышки, то выбегает ударная волна. Но два часа, я цитирую, время только для той 87-го года. Она была маленькой, даже 50 разница в Солнце. Типичная паллапсирующая звезда второго типа с водородом, она много часов или сутки может ждать до того, как прогресса свет. И вот этот свет, ну тут дальше... Накачка идет? Нет, не накачка, а просто ударная волна спрятана в веществе. Фотоны вырваться не могут. У нас электромагнитное взаимодействие не дает, плазма не дает вырваться фотон. Потом, когда они наконец вырываются, мы видим вспышку и видим сверху. Ну эту картинку уже показывал Семен. Я покажу немножко в другом виде, видите, что у нас есть классификация разных. Значит, сейчас я буду рассказывать про те сверхновые, которые с водородом. Вот тут ЕС написано. Тогда палочку убираем, второй тип. Тут разные варианты по форме кривой блески. Но я буду рассказывать вот про это сверхновые типа 2М. Это сверхновые, у которых narrow lines, плоские линии спектра. Обычно сверхновые широкие линии. Десятки тысяч километров в секунду, там доктор эффекта поширеет. А эти узкие почему-то. Сотни, ну может тысячи километров в секунду. Вот про них я сейчас и буду дальше говорить. Но здесь уже написано, что они отличаются тем, что выбросы, джек — это выбросы сверхновых. CSM — это Second Scalar Method. Это окружающими звездных средах. Вот между выбросом и окружающими звездной средой происходит очень мощное взаимодействие, рождается очень яркий свет, и это и дает интересное явление. Причем, значит, механизм ударно-волновой для свечей, он похож уже отсюда, связь с гамму-свеской. Но есть и другие связи. Вот здесь не знаю, чем классификация таксономии отличается, кто тут лингвист подскажет, но это тоже, значит, то же самое. По-моему, это в какой-то залоге больше используется таксономия. Ну, во всяком случае, то же самое, что вот водородное сверхновое у нас второго типа, если вот кирпич вести без водорода, значит, то первый тип, если есть кремний, то церковь, это все нам не важно. Но важно, что есть, вот здесь связь, возможно, с гамму-свеской, что есть безводородные сверхновые, в которых еще и гелия нет, все сброшено. И они называются обельцы. У них остался углерод, кислород, но они тоже коллапсирующие, они не термоедренные. У них высокая энергия выброса, и они могут давать так называемые гиперновые, которые, возможно, связаны с гамму-свеской. И другой пункт, про который вот сейчас я буду говорить, значит, второй тип, здесь не важен, яркий, слабый они, не важен вот этот подтип, 2n, вот у него нарисована спектральная линия узкая. И тут написано, что они очень яркие. Вот давайте попробуем понять, почему это получается. Ну, вот эмпирические данные, эксперименты взятые. Что у нас вот эти сверхновые второго типа 2n, очень могучие здесь. Ну, сейчас будет сравнение, где 87a, здесь в этой самой логарифмической скале. Ну, я просто так скажу, что вот эти самые мощные, видите, они тянутся много месяцев на мощности излучения, которые обычную сверхновую коллапсирующую и восходят сто раз, если звездное увеличение в обычную мощность перевести. Вот какие-нибудь сверхновые второго типа, вот что я написал, обычные, они находятся ниже этой нижней границы шкалы. Это очень мощные, стали открывать все в большем количестве, специальная программа по поиску этих сверхмощных сверхновых. Но интересно, что не только с водородом, который я буду обсуждать, но и без водорода тоже буду обсуждать. То есть, который бы мы назвали один сель. Есть такой Роберт Кринби, он был в Кашире в Токио, сейчас переезд в Калифорнию свою родную, там стал директором маленькой инструкции. Ну, он на Паламарском телескопе, вот тут название Паламар Трензет Фактори. Ну, Паламарские телескопы, может кто слышал, были знаменитые там, 100-дюймовые, 200-дюймовые, то есть 2,5 метра, потом 5 метров, до появления нашего 6-метровика на Кавказе, вот этот Паламарский 5-метровый был самый большой. Но эти наблюдения за сверхновыми делаются не на огромных телескопах, а на метрового класса, там отдают камеру Шмидта, которая никому не нужна, они вот смотрят в поле некий, открывают. И открыли огромное количество уже вот этих чрезвычайно ярких сверхновок, ну, вот типичные где-то тут сверхновые 2-го типа, основной набор 2П, про которые, я надеюсь, Марат Захмин расскажет поподробней, они очень ценны для космологии в частности, кто-то для прямых измерений, ближних расстояния космологии. Вот они в сотню раз тоже мощнее. Вот, а вот здесь такая популярная картинка, как бы написано неверно физическое слово Брайтнесс, потому что Брайтнесс, это значит поток, который из единицы телесного угла приходит. Когда мы можем разрешить объект, ну, Луну, мы можем сказать, вот это пятно яркое, это темное на Луне. Это корректно. А когда мы принимаем отдалекий сверхновый диск, который мы не видно, Марат Завтра тоже покажет, до какого расстояния диск сверхновый можно различить, то мы видим точку, мы принимаем просто поток. Гергия квадратный сантиметр в секунду, примерой здесь является не Брайтнесс никакой, а поход. Но зато здесь не в звездных величинах, а прямо типичная сверхновая второго типа, вот которая три месяца светит, Платон. Да, это тут и Платон. Кстати, этот 2П, это термин, и объяснение ему дали Мишенник Надежу в своих классических работах. Это из Советского Союза еще идет терминал. Но эти хорошо изученные сверхновые, для них есть численный расчет, аналитический неплохие. Они вот в сотню раз, вот этот фактор 100 показан. А в звездных величинах они в 5 раз. А вот типичные 1А термоядерные, которые используются для космологии, видно, что они для космологии лучше, потому что они помощнее, десяток раз. А в 87А она слабее типичной пола. Вот, кстати, в ней тоже никель-кобальт, вот здесь кобальт светил у нее в первые три месяца. И хвост, кобальтовый хвост вот этой распады 87А, у него постоянного распада и прозрачной фазе этот наклон кривой был известен точнее, чем лабораторные данные о распаде кобальтов 56. И первый не могу так распадоваться. Тогда не знаю, сейчас уже превзойдено. То есть, никакого сомнения, что вот здесь был распад и на кобальтов 56, а не какой-нибудь там магнитар, пульсар. И больше того, уже в ней был открыт линии гамма-диапазора Солор-Марсону-Мишну, долго копили четкие линии предсказанной распады. Ну, в частности мы с надежным предсказанием Монтокорубским. Это я отвлекся, извините. Просто это очень интересный изученный объект, хоть и очень слабенький. Видите, он был близко к нам, поэтому и не тренер, он был большой на голову. Ну, ладно, моя задача все-таки успеть до рассказать про сверхмощность сверхнования, я думаю, как раз укладываюсь, потому что очень много картинок повторяется, я не успел там все повыкинуть. Просто тот предыдущий был график, как бы яркость была написана, поток нормальных единиц. А здесь вот эти звездные величины. Все те же звезды лучше видно. Вот 87А, вот это, которое мы изучаем, вот эти 1А. Вот проблема какая. Значит, теперь у нас есть несколько сверхновых, даже более мощных, чем вот эта, которая в шестом году была открыта. Уже несколько штук есть и более мощных. И тогда мы имеем в свете 1051r, вот это фоя единица, бета, 1051r, обычно в кинетической энергии. Любой типичный сверхновый 1051r. А здесь в фотонах. То есть величина сравнимая совершенно с тем, что гамма-скулески самые мощные дают. Причем про сверхновую у нас нет оснований верить, что какие-то джеты на нас встретят. Потому что все описывается прекрасно в сферически-симетричной теории. Так вот, значит, чтобы такое большое количество света произвести, мы несомненно должны привлечь огромные массы. И чтобы это объяснить, нужно знать эволюцию звезд больших масс. Но я не смогу в эту маленькую лекцию все объяснить. Тем более, что Юдин эволюцию звезд рассказывал. Я просто очень быстро пробегу то, что собственно Юдин рассказывал. Почему чем так интересно звезды, у которых масса больше десяти, порядка ста масс Солнца, они, мы можем верить, что они нам могут дать именно эту самую как-то сверхъярку сверхновую. Ну, здесь очень бледный слайд такой темный. Это на сайте ЧАНО-Телескопа Примедельность показана. Вот я сначала показал его здесь. Ой, это уже близко. Знаете, я даже не вижу, куда нажиму. Вот. в другую сторону все идет. Вот. Значит, здесь сначала показано, что здесь по этой шкале время, после зарождения звезды, ну, единицы не соблюдены, поэтому такое слово. А здесь масса. И цифры тоже не на стене. Ну, вот это примерно одна десятая масса Солнца. Здесь где-то наше Солнце, одна масса Солнца, которая переходит через планетарную туманность, вот белой карты. Вот так изображается. Более массивные звезды могут дать разные сверхновые и какие-то остатки от них. А вот наверху, когда порядка ста масс Солнца и выше, двести там масс Солнца, было нарисовано, что они дают черную дыру. Видите, вот эта черная точка. Ну, вот как-то звезда пожилая, с красной стала голубой и стал черным дыром. Но после того, как мы объяснили Сверхнова, вот у нас вышла работа с Вуслой и Хеггером, первый автор Вуслой. В 2007 году в Nature. У меня единственная статья в Nature. Ну, идея у меня была точно такая, как и у Усли, но у Усли, помимо идеи, у него были революционные расчеты, а у меня были расчеты к революции Сверхнова. Но после нашей статьи на сайте Чадра появилась другая картинка. Вместо черной горы, вот здесь не разглядеть, но в самом деле там написано, что появляется так называемая первая стабилити Сверхнова. То есть Сверхнова, которая происходит благодаря динамической неустойчивости из-за рождения пар в центре. Ну, здесь разные графики эволюции звезды мы быстро продержим. Я просто скажу графики, но парочку формул очень простых все-таки прохожу, потому что вам их Андрей уже выводил. На самом деле оценок для давления в центре звезды мы можем взять g на m в площади, это сила, r в квадрате площади. Вот оценка давления. Оценка плотности такая, если r выразить как массу делить напор в степени 1 3, мы получаем вот такую замечательную оценку для центрального давления в центре звезды. Ничего знаю, Ньютонской теории. Причем структурный фактор, здесь порядка единицы, ну, меньше чем на 50% подходит. Фантастически. Здесь вот можете в 100 раз отходить, а здесь всего на 50%. И после этого очень легко получается оценка для центральной температуры, если мы поставим уравнение Менделеев и ламперометры, мы получаем, что температура в центре звезды растет как плотность в степени 1 3, и как масса в степени 2 3. Вот подставим цифры в реальный расчет звезды. Вот берем 20 масс Солнца, вот эта штриховая линия, вот та грубая формула, которая на пальцах просто, с коэффициентом равным единице. А вот этот точнейший расчет по коду со всеми переходами. Смотрите, тут центральная плотность меняется там на 5 порядка, даже на 6 миллион раз. Звезда так чуть-чуть отходит, температура строго следует этому. Никакой физики, кроме вот этого равновесия, нет в этом графе. Но почему он так интересен? Вот другие звезды, 10 масс Солнца, 5 загибается из-за вырождения, туда это мне сейчас не важно, вырождение тут наступает, которое Андрей упоминал, которое важно для Семенов, для фирмаэдинга. Это мне сейчас все не важно. Мне интересно, что происходит со звездами больше 10 масс Солнца. Они никогда не становятся выразленными. Потому что вот эта линия, если мы проведем здесь по закону две трети, потом по закону одна треть, посмотреть, как граница фермерской температуры как себя в плотности ведет. То здесь вот все выражено, тут не выражено. Маломассивные звезды тут по закону одна треть втыкаются в линии выражения, а массивные десяти масс никогда туда не попадают. Когда попадают в область выражения, есть шанс прийти в белый камень или взорваться без коллапса. А если идти вот по этой линии, все, коллапс не сбьет или в нейтронную звезду, или в черную голову. Но еще интереснее, если более, ну это с точными расчетами сроки, пойдем в более массивные звезды, 40 масс Солнца. Линия идет с тем же наклоном, но чуть-чуть отклоняется. 100 масс Солнца. Тоже, наклон точно тот же, но чуть-чуть отклоняется. Что-то изменилось в теории. Очень легко понять. Это эдингтон двадцатые годы. Еще до того, как было понятно, что в центре звезд горят термоядерные реакции, он теорию звезд с учетом давления и излучения. Фотоны прибавиться надо. Если мы прибавим фотоны, они становятся важнее, чем нереативистическая плазма, и закон остается забавным образом одна треть, а от массы вместо двух третей подзависит одна шестая. Все вот на таких совершенно элементарных пальцевых формулах проверяется сложнейшие расчеты, и вот тут они показаны для разных масс, если я тут центральную полность температуры, покажу, то вот эти массы так себя ведут. Ну а тут, как они себя ведут по наблюдаемым параметрам. Температура и светимость. Чем массивнее звезда, тем она ярче. Вот так, горизонтально мы имеем. Ну дальше в разные ссылки как можно следить, это я уже показал, это то, что возможно неустойчивость, это вам Андрей уже объяснял, что есть четыре трети, которые из равновесия, и есть два устойчивых равновесия, есть одно неустойчивое, это вот энтропия из-за того, где и для слезы. Ну и в зависимости, значит, если у нас есть причины, по которым реальное уравнение состояния идет вот как жирная линия, а механическая треба четыре трети, как я показал, то вот здесь возможно неустойчивость. Так что происходит, когда у нас появляется много фотонов, или тем более, когда рождается электрон-позитронный пар. У нас показательная диабета снижается, и звезда теряет устойчивость. Ну формулу я тут раскапиваю все, если на графике это прозить, вот при одной и той же энтропии мы сжимаем звезду, давление растет в центре, но в какой-то момент работа, вместо того, чтобы идти на повышение кинетической энергии, импульсы частиц уходит на рождение пары. Сейчас массу переходит, они вначале рождаются неремитивистами, но ясно, что снижается показатель радиобата, и он становится ниже критического четыре трети. Когда звезда, как кривая, это из лекций Мария Зайдовича из нашей с ним книжки, но я не так давно понял, ну, наверное, лет уж 15 назад понял, что кривая вот здесь вот так вот, никак не перепишу. Значит, можно, у меня есть, кому интересно, замечательный код. Миза открытый, каждый может запустить эволюцию, но это я показываю. Это просто, вот, расчеты с помощью этих точных кодов для разных звезд. Вот здесь написано, 20 масонцев, про который Андрей говорил. Опять тот же самый диаграмм. Центральный, логарифт центральной плотности 4, 7, 10, а здесь логарифт центральной температуры в Киеве. Вот здесь вот миллиарды, то есть одна десятая мэра примерно здесь. Но при малой плотности, видите, салатовая область, это там, где начинает порождаться пара. Вот здесь, ой, вот здесь вот, при очень высоких температурах, но при высокой плотности, пара у нас не раздается, потому что наступает химпотенциал, вы разденете на это мешает. То есть, родившемуся электрону некуда сесть. Но пара не могла, поэтому это запирается. Вот такая область есть, и чем массивнее звезда, тем она ближе туда идет. И вот она, вот тут уже звезд, у которых одно только ядро там, гелевое, 50 масс Солнца, 80, 160 масс Солнца. Вот эти, чем массивнее, тем они ближе в эту область. Ну, видите, слабая зависимость от масс, одна шестая, вот она тут тоже воспроизводится. И одна треть, строго воспроизводится. Значит, звезда из начального облака идет, 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 и попадает в эту область неустойчивости. Вот тут вот, она может поболтаться, а эти звезды неиспешно взрываются очень бурно. Термоядерный взрыв. Ну ладно, главное тут всякие это все, разные другие расчеты. Но на тех звездах, которые нам важны, мы взяли исходную на 103 масс Солнца. Они так же себя ведут. Потом попали в область неустойчивости, и начинают взрываться несколько раз. Вот она взрывается, ее масса теряется, и вот эта кривая, та же самая. Масса в степени 1,6, плотность в степени 1,3. Но вы видите, кривые идут сюда и сюда от того, что... Это численный расчет, но от того, что они сбрасывают массу в несколько вспышках. И что происходит? Значит, первая вспышка образует вокруг звезды некое омол, я его называю. Ну это взято из другой статьи. Плотность частиц в обычной межзвездной среде одна штучка, один атом водорода внутри Галактики на кубический сантиметр. Если у меня в галактическое пространство брать, то там, конечно, на 5 порядков меньше, или даже на 7 порядков меньше, если чистая братья. Вот. Но здесь вот у нас миллиард раз, или в 10 миллиардов раз больше, чем в обычной межзвездной среде образовалось обширное облако. С радиусом, значит, ну, 400 радиусов орбиты Земли. Да, 300. То есть во всю Солнечную систему. И внутри него, от первого сладенького взрыва, внутри него происходит однормальный взрыв сверху, но она погружена в это довольно-таки непрозрачное облако. И после этого мы можем начать объяснять взрывами внутри таких облаков при разных составах мы можем объяснять вот многообразие разных кривых блесков, вот этих сверхмощных. Ну, вот здесь я показывал из обзоров вилле вот эти сверхмощные сверхъяркие. Тут надо только помнить, что есть те, которые в сотни раз сильнее обычных, есть в десятки раз сильнее обычных. И продолжительность скочки от двух-трех месяцев до почти полугода. И нужно придумывать механизмы для объяснения таких звезд. Ну, вот первый, самый основной, нам кажется, это такой вот pulsational, просто первая стабилити и pulsational первая стабилити. То есть потеря звездой устойчивости за счет вот этого рождения пара. Придумывают и другие, что там внутри нейтронная звезда с сильным магнитным полем, быстро вращающаяся, она дает, так называемый, магнитар, то есть пульсация в сильном поле. И еще механизм это вот просто что серия слабеньких взрывов дало облако, и внутри этого облака взорвалась нормальная. Это вот в отличие от того, это просто первая стабилити, один взрыв, а это pulsational первая стабилити. вот здесь вот показан, если сравнить с предыдущим вот этим графиком наблюдателем, немножко шкала по оси Y другая, так что вот этот наш теоретический график это набор зараженный сороками, там со мной, и со бимбе, точками, намотой, полской. Здесь просто логарифм мощности нормальных в секунду. Но все соответствует и набор масштабов по вертикали, при разных параметрах вот этого облака, и при очень незначительной энергии взрыва, она больше нормальных сверхновых, но незначительных. Два-три раза и мы воспроизводим такую чудесную яркость. Почему этого не видно в обычных сверхновых? Потому что в обычных сверхновых все кинетическую энергию ушло, а в этих кинетической энергии очень эффективно перерабатывается в этом облаке фотон, тропию и фотон. фотоны уходят. Ну вот это детали, наверное, не стоит рассказывать, как образовывалось это облако. Тут долго разбирается. Был первый взрыв, вот эта сплошная линия, это у нас скорость, изображена вот ее шкала. И здесь была скорость относительно небольшая, до двух тысяч километров в секунду, а основной массой несколько сотен километров в секунду. А потом второй взрыв со скоростью больше, четыре с половиной тысячи километров в секунду. И вот это второе вещество ударяется на первое и дает вот такие вспышки, если делать в грубом расчете. Вот была первая вспышечка, прошло семь лет, вторая очень яркая, а потом еще через семь лет произойдет полная смерть звезды, вот по предсказанию этого расчета из исходной звезды в стомасонце. И вот здесь вот как раз может образоваться коллапсар и гамос-плеск в этом месте. Значит сейчас произошла мощность сверкнов, потом возможно коллапсар и гамос-плеск. Ну, семь лет в общем-то уже прошло, там может быть и был данный всплеск, но он был направлен в другую сторону. Ну и конечно это предсказание совершенно не точное. Это довольно случается, может быть семь лет, может пятнадцать, может три года. Это от тех деталей, которых мы не знаем, зависит. Но тем не менее вот эти вот облака окружающие такие сверхновые производят очень интересный эффект образования плотного, тонкого слоя. Вот здесь плотность логарифм, здесь мы видим, что если в обычной ударной волне подскок может быть четыре или семь раз, то в этой десять тысяч раз он происходит на несколько порядков. Это на самом деле слияние двух ударных волн, вперед бегущий, назад бегущий. И вот такие слои нам могут выдать в соответствии с наблюдениями, с характерными временами, наблюдаемым картином таких ярких звезд. Ну, наверное, да, что тут уже детали, иначе просто разные варианты расчетов. Но еще стоит упомянуть, что идея это очень старая, как такие яркие сверхновые. Опять же, наш Дмитрий Константинович надежен, эпохойный Эрик Гразлер в 86 году предложили делать последовательные вспышки сверхновых. Да они все считали, что сверхновые это все, окончательный взрыв звезды, они сказали, нет, может быть, двухэтапный. Первая вспышка не очень сильная, потом вторая, и объяснили очень многое. Вот. Но это все повторяется, повторяется. Тут структура наших расчетов, не важно. Тут вот, как этот светящийся слой выглядел, если бы мы имели огромный телескоп, или если бы она близко к нам, надо, естественно, в четыре раза увеличить. Здесь теперь то, что показывал. Этот светящийся слой и дает нам картину. Ну, теперь что? Тут просто уже повторяется, в принципе, как это все устроено. Разное, что называется. Артур, то есть, художник нарисовал неполный расчет. Так вот. Сцена, снаружи есть окружающие среда, цена, взрыв, и вылетающее быстрое вещество образует вот эти плотные слои. Здесь тоже, это опять не численный расчет, а художник нарисовал. Но сейчас, может, Семен, наверное, покажет, как такие тонкие слои. Подожди секундочку, я долистаю до конца, и тогда уже мы покажем. Кино из наших уже расчетов, которые мы занялись. Образуется, очень тонкий слой, я вам показал, подскок, плотности в десять тысяч раз, но структура тут сложная, для гидродинамики, кто знает, передняя ударная волна, возвратная ударная волна, контр дисконтиньюити, ну, можно его еще расшифровать, конденс, что образуется, но не в масштабе. Реально, эта толщина в тысячу раз меньше, чем на этой картине. Вот дальше тут дописывается, как мы моделировали эти сверхновые, что вот этот, как тонкий слой, он бежит по нашему ходу. Вот там есть еще одна тема, по которой, тоже есть связь с нам с тестом, но я уже не могу вас в ночь пропущу, параметры наших моделей, я сейчас только досмотрю данную тему. Да, ну, как эволюционировать структуру. Ну, вот здесь главное, что мы в натуральных, таких, сферически-симметричных расчетах, воспроизводим эти наблюдаемые кривые блески. Довольно неплохо. Тут много, много разных. Ну, вот, на этом, наверное, можно остановиться, что вот там, в трех разных фильтрах все характерные времена, пики, ну, как ультрафиолет у нас немножко ярче, но у нас ярче, чем лучше. Сделать слабее не проблема, проблема сделать ярче. Это вот одна из ярчайших звезд, которая светила вот тут три месяца так ярко. В общем, на таком уровне мы можем это воспроизводить. И вот такие яркие сверхновы очень важны для космологии. Это рассказывает Маран Завтра, какая-нибудь, а Семен нам сейчас показывает фильм, то, что мы начали измерения. Вы скажите, зачем про сферическую симметрию я нарушил? Ну, так вы тоже можете сказать. Да, известно. Потому что все это дело на сферическом симметричном приближении. Ну, вот. Эти сверхновые активно планируются использовать для космологических, в том числе, измерений. Поэтому надо хорошо понимать, как они светят. Но вот все модели, которые вот так, уже есть построенные и так далее, мы предполагаем, что есть сферическая симметрия. А теперь, предположим, светит эта ударная волна, которая идет. Вопрос, если сферическая симметрия нарушается, или нарушается ли облезди? Вот есть некоторые работы, которые подтверждают, что она там очень сильно нарушается, эта ударная волна на самом деле неустойчива. Ну вот, есть пример расчетов, которые, ну вот сейчас будет явно показано, как это нарушает цифическая симметрия, и появляются какие-то такие возмущения, которые дальше растут. Значит, здесь, вот сначала, это не совсем сверхновые, считается, но, в общем, все процессы совершенно такие же. То есть, сначала будет просто ударная волна, которая идет, ну, это пока, сейчас. плотность будет. Значит, там сначала будет идти оплотновенная ударная волна, значит, она ударная волна, сильная, но сильная ударная волна, значит, на ней плотность всегда скачет, как гамма плюс один на гамма минус один, совершенно там, технический результат. Но вот на ударной волне, которая потом образуется, плотность скакнет на несколько порядков. Ну, как и в одноверном расчете. Да, как и в одноверном расчете, но это связано с тем, что там радиативная ударная волна, она не просто так, а она очень сильно излучает, излучает, вот, вот, собственно, пример. Да, и вот та шкала световая, она показывает... плотность, это плотность. Ну, вот, грубо говоря, вот здесь вот перед фронтом единичка, вот здесь на фронте красная, там, 3,8. Расчет был, ну, четвертый. То есть, гамма пять третей, гамма плюс один, гамма плюс один, четвертый. Значит, вот она бежит, 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 ну, вот уже четвертый, 3,96, вот она образовалась. Но сейчас очень сильно эта плотность вырастет, и образуется такой плотный слой. На центре полосы как раз прозрежет план. Да, вот плотный слой, вот уже в 50 раз, в 50 раз плотность выросла. А сейчас на нем появится возмущение, которое, вот, собственно, краев, да. Все наше сверхновое смешается. Немножечко. Просто интересно. Вот. Да. Главный, соответственно, вопрос, вот эта сферическая симметрия здесь нарушилась. И насколько это влияет на свечение этой ударной волны? Если мы хотим использовать ее для космологических наблюдений, мы должны ее, как стандартную свечу, ну, грубо говоря, стандартизированную свечу, хорошо понимать, как она светит. А если она сферически симметрична, там известно, как светит. А вот если теперь светит вот эта вот кривая поверхность, светит, то это уже, вот какой от нее эффект? Неизвестно пока. Ну, и вообще, есть ли такой эффект в реальных сверхновых? Ну, вот там нарушается. Возможно. Тут вопрос. как говорится, начинать с коллегами, а мы с приставом конкурировать на эту тему. Почему мы не хотим, даже не думали это публиковать, а теперь думаем, что надо, что мы тут не делали правильный счет перенос излучений. Нам же интересно более плотное сверхновое, которое фатоны застревают на этих слайд, здесь они выходят свободно совершенно, упрощенным расчетам. А с переносом излучения расчет будет более сложный, но можно все и стабилизировать. И это важно понимать, какая-то акулентность, какая неустойчивая для того, чтобы в будущем, то есть сверх яркие сверхновые, хороши для космологии, все их свойства очень у вас уже любят. Ну, на этом спасибо. Спасибо.